Здравствуйте, уважаемые друзья! Думал, что все знают, как лачить правильно поплавки, но огромное количество вопросов. Поэтому, прежде чем всем отвечать одно и то же, по большому счету, решил снять буквально там небольшой совсем ролик, как правильно это делать и как делаю, соответственно, это я. Большинство у нас на рынке поплавков бальса. Это материал достаточно качественный, хороший, долговечный, но единственный минус – это лаковое покрытие этих поплавков. Даже фирменные поплавки необходимо пролачивать, потому что со временем, достаточно небольшим временем, они трескаются и начинают пить воду. Если леска проходит еще по телу поплавка, при любой нагрузке, когда вы вываживаете рыбу, либо зацеп и так далее, это резко подрезает чуть-чуть слои лака, и в итоге поплавок начинает пить воду, намокать, впитывать в себя, и он в итоге у вас тонет, либо подтапливает, уже изменяет необходимое погружение. Ну, в идеале лачить поплавки нужно три раза, три слоя покрывать, я это делаю так, и в идеале это должен быть яхтовый лак, ниже ватерлинии. Я пользуюсь лаком Тикурила, но вот сейчас, это спонтанный такой ролик, у меня просто этого лака уже нет, потому что я в начале сезона, сейчас сезон подходит к концу, я в начале все поплавки уже пролачил, весь его использовал и, соответственно, банку практически полупустую выбросил. Поэтому вот лично для вас, я думаю, вы понимаете, что вот у меня такая вот тестовая лак для ногтей, который, в общем-то, иногда тоже помогает замазать какие-то трещинки. Вот, но на его примере, тут есть кисточка, соответственно, вот я точно так же, как им сейчас, ну, она в ваших глазах, и палачу, и лачу так же и Тикурилой, тем же самым. Значит, для удобства я делаю вот такую баночку, да, с отверстием. Ну, соответственно, здесь, так как в магазине много труб, таких вот бумажных, да, мы их отправляем в нехудилище, ну, вот огрызков таких очень много, я, в принципе, ими пользуюсь. Но можно, у кого нет, можно сварганить любую коробочку, там пакетом молока бумажный обрезать, такую дырочку, как скворечник сделать. Для чего это нужно, сейчас покажу. Значит, подготовка поплавка. Оптимальный вариант для того, чтобы лаком не залило у вас колечко, и сам канал внутри тела поплавка, который проходит, и туда необходимо вставить толстую кусок, толстый кусочек лески. В идеале это даже, там, 0,4, ну, скажем так, тот лес, это та леска, которая вот очень хорошо туда заходит, плотно, да, и, как бы, максимально закрывает все эти отверстия. Этот поплавочек у нас хороший, уже пролаченный, его не нужно с ним ничего делать, поэтому я покажу на уже, таком, таким, использованном, да, поплавочком, который, в общем-то, нужно будет скоро мне, когда они соберутся уже какие-то, да, такие вот некондиционные, покоцанные от сезона рыболовного летнего, я их потом уже все собираю, за раз все облачиваю. Ну, вот на его примере я вам покажу, как я это делаю. Значит, берем, промазываем. Полностью туда, где входит антенна, ну, и само, само тело. Сразу вопрос возникает у всех, что делать, когда этот лак капает. Да, потому что быстро он не высыхает, стоит поплавок. Или так поставить спрашивают, или вы, может, посоветуете кверх ногами антенку воткнуть, поставить. Но все равно идут капли, все равно капли у нас по нему стекают, и это очень, и это нехорошо. Ну, как защитить дырки, да, а колечко само, я вам сказал, что это леской делает. А вот теперь как убрать капли. Вот для этого служит вот эта коробочка. Засовываем туда поплавочек двумя руками и просто резко проворачиваем несколько раз. Все капли по кромке, все разлетается по кругу, и поплавок у нас остается в идеальном состоянии. Ничего отсюда больше капать не будет, сколько лака нужно там, столько и осталось. Можно через там 30 секунд еще разочек так же провернуть. Все обрызгивается, да, и поплавочек у вас остается на поплавочке ровно столько лака, сколько нужно. Ну и, соответственно, дальше мы просто его ставим сушиться. В общем-то, так и все. Но придумывать каких-то бумажек, потому что многие вот сюда вот пишут, я там вырезаю бумажку, чтобы на киль не тек лак. Продевается квадратик из бумажки, да, вдоль киля, по килю, и, соответственно, останавливается здесь. Потом это лак все равно не востекает, ствердеет, прилипает эта бумажка, да, и все равно это не выход. Вот оптимальный вариант, это вот такая вещь, которая, в общем-то, два движения, две секунды, хендмейт такой, и у вас эта полностью проблема исчезает напрочь. Вот поплавок стоит ни одной капельки, даже и близко не показывается. Столько, ровно столько, сколько нужно. Дальше он подсохнет, лак, да, схватится, и еще раз такой же слой пролачиваем, и точность так же проворачиваем, ставим. В общем, наверное, все. Подписывайтесь, пожалуйста, на каналы в соцсетях магазина Мультифиш, это ВКонтакте, Телеграм, Фейсбук, Инстаграм, Ютуб канал вот этот. Не смотрите, пожалуйста, без подписки, мне это немножко, ну, скажем так, обижает. Вам несложно поставить галочку, поставить лайк, подписаться. Никаких спамов мы не рассылаем, плохих видео, я надеюсь, не будет. Для меня это большой плюс, это, если вы хотите сделать доброе, что называется, да, и полезное какое-то, сделайте, пожалуйста, это для меня. Всего вам доброго и до новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok